здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня я хотела бы рассказать вам о своем новом проекте уже который год традиционно примерно в апреле мае я начинаю новую вышивку на тему отдыха на тему моря как бы загадывая этим чтобы лето мое удалось чтобы удалось съездить отдохнуть на море чтобы все было замечательно и хорошо вы сейчас видите ниточки которые будут принимать участие в этом дизайне вот такая вот красивая палитра не смотрим вот на эту сторону это на другой проект я последнее время минимизировала организацию свою и пользуюсь вот практически одной коробочкой так вот вот такая вот замечательная красивейшая палитра будет присутствовать в моем дизайне вы уже поняли что раз ниточки на бобинках это не набор но с другой стороны это фирменный дизайн дизайн фирмы dimensions и как же мы можем объединить вышивку не по набору но по дизайну dimensions и не подбором очень просто я вышиваю по буклету от этой фирмы а вышивать я буду вот такой вот замечательнейший пейзаж морской замечательную картину не подготовилась не помню как она называется но в русском переводе это примерно звучит как как мирный отдых замечательнейшая картина давно я на нее смотрю как я уже сказала это буклет буклет уже давно давно снятый примерно 2001 года даже вернее не примерно 2001 года очень мне нравится этот сюжет мирный тихий спокойно располагающий к отдыху море цветы но в общем вы сами понимаете все что нужно для отдыха здесь присутствует фирма предлагает вышивать этот сюжет на конве 14 каунта и тогда размер вышивки у нас получился бы 36 на 26 сантиметров но я не гигантоман мне это ни к чему и в принципе на 14 каунте я хотя и люблю вышивать но мне кажется ниточки немножечко подсвечивают поэтому этот сюжет я буду вышивать на конве 16 каунта не очень просто мне удалось ее найти потому что в близлежащих магазинах леонардо так где продается канва гамма почему-то 16 каунта нигде не было здесь по ключу нужна белая канва 16 14 каунта соответственно я хотела вышивать на 16 нигде нигде я не могла найти 9 10 апреля был были замечательные дни для начала вышивки именно на желание ну вы сами понимаете конечно же я не могла упустить такой момент и конечно же я порыла из своих наборов и вытащила эту канву из другого набора канву я вытащила из ну давайте об этом попозже да поговорим про канву и так канваем 16 каунта цветов сколько же здесь цветов здесь присутствует 30 цветов фирма dimensions в своем буклете предлагает нам две два варианта ниточек или анкор или дмс ну естественно я остановилась на дмс так как у меня конечно же ниточки дмс есть наличие вот тут я расписывала какие мне отрезы ткани нужны пол вот на 14 канте мы видим 36 на 26 на 16 канте у меня вышивку получится 31 на 22 сантиметра ну конечно же вот тут фирма предлагает также на 11 на 18 на 22 но это уже кто как захочет вот кстати говоря артикул этого буклета да и насколько я понимаю вот и стоило это 6 долларов ну к сожалению как говорится это уже снято с производства и все деньги если бы я покупала где-то на ebay то этот буклет конечно пошли бы уже не фирме поэтому я этот буклет скачивала моя организация давайте расскажу про организацию ниточки я в этот раз расположила на палетках то есть вот подписала не значки а сразу номера мне так легче ориентироваться как вы видите не все ниточки у меня еще навешаны навешиваю я их не сразу а в порядке того как я их использую вот по одной пасмочке навешиваю также у меня есть парковщик вот такой вот опять я использовала для это органайзер от дубко опять наклеила ксерокопию ключа здесь все замечательно расписано желтенькие выделены нужные мне номера ниток димэнс ой дмс да чтоб я их не путала с анкором значки все очень понятно и хорошо давайте с вами посмотрим на ключ как вы видите из 30 где-то половина даже больше половины вышивается полукрестом поэтому в принципе я надеюсь что это вышивку пойдет довольно быстро я ничего против полукреста не имею я его очень даже люблю то что вышивается крестом у нас вышивается в два сложения то что вышивается полукрестом как вы видите вышивается в разное сложение нитей самое большое это в пять сложений сейчас дальше немножечко расскажу про это ну как я уже сказала ничего против я этого не имею я очень к этому к этим сложением да и к полу кресту в частности отношусь хорошо и как я вам уже сказала начала я эту вышивку 9 апреля повышивала буквально по часику 9 по часику 10 и отложила потому что мне надо было закончить свои предыдущие работы и уже этой вышивкой вплотную я занялась где-то в конце наверное где-то числа 18 апреля и что у меня есть на сегодняшний момент на сегодняшний момент у меня отшита вот столько если мы посмотрим на картинку это отшит вот примерно вот этот вот уголочек вот сюда в работу ну вот в эти пальцы в данном случае у меня влезать примерно четверть работы да вот так вот по длине точно четверть а по высоте наверное чуть больше поместится то есть вот этот вот кусочек я уже отшила ну как вы сами понимаете частая смена нитей я бы не сказала что мне очень нравится как проработаны цветы может быть это зависит от того что используется не нитки дименшинс а ниточки дмс в принципе вот так вот через камеру даже очень неплохо смотрится посмотрим бэкстич конечно же здесь есть сейчас я вам покажу как выглядит схема 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 выглядит как классическая схема от дименшинс то есть вы видите трехцветная схема бэкстич нескольких цветов ну то есть стандартная такая схема вот фирма дименшинс просто по буклету в крестиках размер этой выше у нас 196 на 140 то есть такая средненькая работа канва эту канву я вытащила из набора от новой слободы как я уже сказала шестнадцатого каунта и вы знаете я очень пока что довольна этой кановой канвой она не такая тугая как свои горде или в той же гамме она какая-то шелковистая я наверное все таки думаю что здесь как есть какая-то синтетика но вышивки она ведет себя точно так же как равномерка она мягкая она шелковистая сквозь нее ниточки просто проскальзывают в лед они нигде не застревают никакого звука не издается очень очень мне понравился эта канва посмотрим что с ней будет дальше как она будет дальше себя вести при стирке и так далее но сейчас вот как в эксплуатации в такой вышивальной мне это канва очень и очень нравится если вы знаете какую канву использует фирма новая слобода пожалуйста подскажите мне очень мне понравилось посмотрим что будет дальше вы видите что в данном случае у меня вот торчат такие хвостики но это как всегда да у нас закрепочки идут закрепляю я по-разному и под стежками ну в общем когда как как мне удобно так есть закрепляем дорожка да тут чуть-чуть видно вот разметки нет разметка была я ее смыла потому что единственный недостаток этой канвы том что когда я своим маркером наношу разметку она расползается то есть получается такие расплывчатые пятна это смотрите не очень эстетично меня это немножечко раздражает я не знаю что пока с этим делать но вот наношу разметку на небольшой участок зашиваю да потом дальше разношу чтобы она мне глаза не мозолила ну в общем посмотрим посмотрим что потом будет дальше пока вот так вот ну разметку я наношу потому что принципе схема не очень сложная но ошибиться в ней можно потому что как я уже сказала идет частая смена ниточек пока мне особо больше вам нечего рассказать этот процесс у меня на данный период будет основным планируя его конечно же закончить не знаю как дальше пойдет потому что у нас тут некоторые обстоятельства и вышиваю я сейчас довольно нерегулярно так скажем стараюсь вышивать каждый день но у меня получается по совсем совсем маленькому количеству времени также у меня есть еще один новый проект по нашему совместному проекту вышиваем по журналам и книгам о котором я конечно расскажу вам немножечко попозже а пока вот что у меня есть на сегодняшний момент хочу сказать что мне эта вышивка необыкновенно нравится нравится мне этот дизайн нравится вышивать сплошной зашивкой на конве я по этому делу очень соскучилась но хочу сказать что здесь ошибка не сплошная как бы вам показать лучше вот эта дорожка вот то что белым цветом это не зашивается и не зашивается давайте лучше на схеме покажу что ли вот ну вы видите да то есть не зашивается часть неба то есть в принципе практически сплошная зашивка но допустим у меня наверное этой части нет и тут вот видите часть дорожки не зашивается часть вот берега и часть неба и очень много полукреста поэтому еще раз хочу сказать что я надеюсь что у меня это вышивка не очень сильно затянется даже при таком моем нерегулярным к ней подходе но еще вот опять же ушла со своей темы хочу сказать что просто необыкновенно я соскучилась по полной зашивки и по вышивке на на конве была у меня такая мысль поменять на равномерку ну чтобы вот эти не зашитые места нормально смотрелись но в общем забила я на это дело хочу вышивать на конве потому что вторая работа мне опять же на равномерке для разнообразия вы сами знаете иногда полезно и на конве повышивать все мои дорогие на этом я с вами прощаюсь я была очень рада что вы зашли ко мне в гости очень рада поделиться с вами своей новой работой увидимся в следующем видео до свидания